Дыры, которые являются в конечной стадии звездных дырочек, то есть на этой рисунке 2000 года, видно, что для широкого репозона начальных масс звезд и широкого репозона медиаличности, они превращаются в черные дыры, в самые 7 звездных черные дыры, или в страну скорую коллапсию, или через черное время после выходения остатка. Массы в звездных массах и в металичности, то есть очень металичность, а что выглядит. Это массы ЗАМС, в общем, в Зероэйч. Так, значит, это достаточно хорошо, астрофизические черные дыры, но, возможно, интересная альтернатива, это первичные черные дыры, которые образовывались не в ходе эволюции звезд, а космологическим образом на самых ранних стадиях эволюции Вселенной. Чем они интересны? Тем, что они могут выполнять роль темной материи, это основной интерес, быть темной материи, причем не надо корреживать стандартную модель физики частиц, это их большое преимущество. Опять же, интерес последние несколько лет к этой модели заметно усилился, во-первых, потому что из-за неуспеха прямых поисков темной материи частиц, ну, то есть, там, ВИМПов каких-нибудь, Нейтралина, Аксионов, чего угодно, а также наблюдение слияния черных дыр, то есть грационно-волновых событий на Лайго. Достаточно большие массы объектов были, в этом, в принципе, очень, ну, как-то приятно вернуть сюда первичный черный дыр, если есть достаточно, чтобы они вкладывали, ну, даже 10 минус 3, при очень высокой интенсивности и эффективности слияния, это достаточно, чтобы значимая часть событий Лайго в этом диапазоне объяснялась слиянием на первичных черных дыр. Что такое омега большое? Омега – это отношение к, ну, не к потности, не к критической потности, в данном случае это к темной материи, то есть это доля в темной материи, то есть, если критическая потность, надо еще на 0,2 умножить. Вот, и, соответственно, число в галактике, тут, понятно, очень большое, 100 миллиардов, с точностью до омега, но в основном расстояние они в протяженном ГАО, то есть радиусом сотни, на килопарсе, сотня. Вот, имеющиеся наблюдательные ограничения в данный момент, и, что интересно, пока, вот, как раз в диапазоне десятков солнечных масс, тут, в принципе, я просто кричу, я несколько оптимистичный. Значимый вклад первичных черных дыр не исключен, то есть, там, микролизирование еще не включилось, а нарушение динамики галактики уже не включено. Вот. А как искать черные дыры? Ну, черные дыры искать очень сложно, это все знают, тем не менее, в составе двойной, когда они входят в составе двойной системы, их сравнительно просто, искать проще. То есть, можно сказать, это сравнительно просто, потому что она консервирует вещество у вас из жидокомпаньона, и в ходе аккреции идет активное излучение, по которым мы и наблюдаем эти черные дыры. Изолированные черные дыры, тем не менее, есть аккреция, существуют из гораздо более разреженной межзвездной среды, то есть, процесс гораздо более слабый, поэтому искать гораздо сложнее. То есть, эффект, безусловно, будет, но, опять же, очевидно, что он будет очень слабый, и надо понять, в каком диапазоне максимально эффективно его искать. То есть, надо определить стратегию поиска. Просто берем сферическую аккрецию, то есть, аккрецию Бонда и Хоева-Риттлтона, это наша основная формула, то есть, темп аккреции задается массой аккреции объекта, плотностью среды, скоростью объекта относительно среды и скоростью звука в среде. Также введен параметр эффективности аккреции, потому что различные симуляции и отсутствие наблюдения аккрецирующих нейтронных звезд показывают, что этот параметр лямбда отличается от единицы, причем он может заметно меньше единицы, скажем, 10-2. Такая уже хорошая консервативная оценка. Для студентов поясните, как это форма может звучать? Это тогда мы точно выйдем из регламента, я тут боюсь. То есть, как сейчас Бонди... То есть, ну, в принципе, это можно, если без ЦС еще... Радиус гравитационного захвата. Да, то есть мы дальше будем вообще без ЦС смотреть. То есть, грубо говоря, что у нас радиус на этом, на гравитационном радиусе скорости Ц, а на радиусе захвата В. Ну, вот приравнивая РОРВНа к ЦРЖ, получим вот эту формулу. Но формула получена была в 1964 году и с тех пор ничего не изменилось. Идея поиска была выдвинута впервые вот такого, поиска изолированных по аккреции, была впервые выдвинута Шварцманом в ГАИШе в 1971 году. И дальнейшее развитие в работах Шапира, Мистанова Когана. И, понятно, каждая следующая работа уточняла влияние основного параметра, это магнитного поля, и, в принципе, влияет на образующие спектры. В принципе, как сказать, золотым стандартом сейчас до сих пор является работа Ипсера Прайс 1982 года. То есть, более-менее к ней все пытаются привести. То есть, это численные симуляции. Во всех этих работах учитывались только типовые электроны, но, возможно, возникновение перекачки части энергии не типовые, и тогда у нас возможен обратный Комптон-эффект. И это было произведено в учет в работе Бескина и Карпова. Там получался более хвост высоких энергий, то есть, дополнительные в рентгене исключения. Мы это рассмотреть не будем. В чем проблема? То есть, конечно, хорошо, что Ипсер Прайс какую-то свою модель развили, и для некоторого количества параметров построили графики спектра. Но они построили… Там нет форм, там нет алгоритма, а нам нужно было исследовать очень широкую область параметров, чтобы понять, как мы сможем ли вообще. То есть, основной нашей основной вспомогательной целью было построить максимально простую энергетическую модель, которая максимально точно воспроизводила бы результаты сравнительно точной численной модели в некоторых опорных точках, где они свои графики предоставили. Ну, а затем просто ее применить уже к наблюдению. Поэтому мы измерим ряд исходных посылок простых, то есть, радиальная скорость пропорционально Кеплеровской, энергия магнитного поля пропорционально гравитационной, и температура электронов пропорциональна температуре протонов. Температура протонов – это просто вериальная, грубо говоря, температура протонов на радиус r. То есть, если мы перейдем в единицы r, безразмерим на гравитационный радиус, мы, в общем, температура нагревается до талей 10-12 кель. То есть, это энергии уже… То есть, вообще-то, конечно, уже эритивистские энергии. То есть, это эритивистский… Потом… Нет, электроны. Или, как раз, протоны они не эритивисты. Ну, это было наше предположение. То есть, обычно все считают… Все, конечно, прощают, там, микропортишн ставят, выравнивание посылают. Ну, да, там такой хуй… Вот, если вот рассмотрим, всегда потом берут и говорят, давайте все эти… Они порядка единства, давайте просто считают, что это единицы. То есть, считают, что у нас есть равное распределение магнитного поля и кинетической энергии, ну, тогда уж как-нибудь все выровняют. То есть, понятно, то что… Вот это? Нет, везде. Почему захват? R – это… Пока R тут… Да. Нет, там будет как раз наоборот. Перекачка усиливается, затравочный поток. То есть, это стандартная, так сказать, prescription. Что у нас… Ну, это же так… Да. Р – А у него ранее стоит, означает, пока поле слабое, оно начинает быстрее увеличивать, свыше… Давайте дадим, закладим. Р – А подолком? А подолком? Р – А подолком? Р – А это как сказано? Р – А это как сказано? Р – Нет, у нас тут есть равное распределение, но так как нас интересует уже внутренний радиус, то есть, мы там считаем, основное изучение идет с нескольких радиусов аккредитационных, там уже, мы считаем, что установилось. А как там переходный процесс в внешних областях аккредитационного потока? Р – Пожалуйста, и потом еще, при строгой сферической аккредитации никакой энергии на черную дыру не должно быть? Р – Удива, конечно. Р – За счет чего? Р – За счет поля, поля, без поля еще? Р – Нет, 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 тут, конечно, у нас предположение, если у нас нет затравки, то есть, в порядке, что у нас некое нарушение, если у нас нет затравочного магнитополя, оно из нуля усиление никого не произойдет. То есть, конечно, затравка, ну, из межзвездной среды у нас затравки есть, там, микрогаусс. Так, дальше уже совершенно очевидные отношения концентрации и темп аккредитации, концентрация, ну, подставляя радиальную скорость, и позволяет привести, вот, обезразмерить таким образом не в массах Солнца, а в 10 масс Солнца, темп аккредитации задан в единицах 10 минус 8 эдингтоновских. То есть, ну, и используя, то есть, если мы знаем поле, если мы знаем температуру концентрации, мы можем получить, рассчитать синхротронную светимость, ну, на разных, то есть, от разных радиусов, учитывая поглощение, то есть, оптическую, которая, в принципе, оказывается на частотах, которые нас интересуют, очень высокой. То есть, вот, форма для синхротрона. А ты чё за синхротрон? Беню – это для оптических толщин. То есть, вот, у нас есть изучение, понятно, что какая-то оптическая, она по-настоящему очень маленькая в данном случае. Вот на частотах, там, 10-12, 10-13, она выясняется, там, ну, даже не тысячные, там, сильно меньше. То есть, ну, изначально-то, знаете, мог даже вот ещё меньше. То есть, мы просто для общности её добавили, потом выяснили, что она была не так важна для нашей области частоты. Всё. То есть, это очень простые уравнения, которые, опять же, интегрируя по слоям от нуля до бесконечности, мы получаем полное изучение, полный спектр изучения от аккредиционного потока. Всё, теперь можно сравнивать с YRM-прайсом. У них чуть-чуть другое, они используют параметр аккреции, где есть скорость и M с точкой и на скорость, на массу. Как мы проверили, что у нас нормальный эффект? Мы взяли одну их кривую, здесь масса Солнца, параметр аккреции 10-4 и подогнали, у нас был только один свободный параметр. Это параметр отношения электронных к температуре протонов, Epsilon. Вот мы подогнали один свободный параметр, чтобы наша кривая максимально точно воспроизвела YRM-прайс в одной точке пространства параметров. Как теперь проверить? Всё, теперь мы этот параметр фиксируем на получившемся значении 0,2 и смотрим, как наше предсказание отличается от YRM-прайса уже в других точках пространства параметра, где они это предоставили. Вот мы подгоняли вот эти точки, то есть видно, что отклонения небольшие, но мы чуть-чуть недооценили, что в принципе хорошо для нас это. Мы не переоцениваем, а наоборот чуть не так. Так, сейчас покажу. Сплошные это расчеты, нет, сплошные это как раз, сейчас посмотрю, да, пунктир это YR-прайс, штрих даже, плохо видно очень. То есть штрих это YR-прайс, а сплошные линии это мы. Вот. И, подождите, нет, все-таки мне кажется наоборот, потому что мы как раз у нас… Нет, нет. Максим, а принципиальная разница между вами и что вообще-то новое? Ничего нового. Мы смогли сами для себя сделать алгоритм, который воспроизводит их результаты, причем для любого параметра, для любой комбинации параметров. Какая-то разница есть? А, разница, конечно, у них точнее. Вот, например, у нас приближение ломается при… То есть когда у нас большой темп окреции, то мы… Вот мы недооцениваем, наверное, охлаждение у нас пересвечивает в этой области частот. Она нам не важна, потому что у нас изначально было, во-первых, темп окреции таких больших у нас нет, а во-вторых, эта область частот нас очень интересует. То есть в научной точке зрения разница только 100 строчек, которые аналитически эти формулы все считают. Что у нас аналитическое… мы аналитически хорошо воспроизводим… Вы аналитически, а они числены? Они числены. Ну, они-то числены. Мы же не знаем, как… У вас уравнения практически одни и те же. Да, у нас практически одни и те же, но там у нас есть некоторые упрощения, которые позволяют аналитически считать. А у них нет. Они таких упрощений не вводили? Они не вводили. Мы показали, что, в принципе, вот в широкой области параметров они… и это, как сказать, оверки, и не нужно так их вводить. То есть точности хватает. То есть реально, когда уже очень большие темпы окреции, то да, то, конечно, бы хорошо считать точнее. А когда мы говорим об окреции из межзвездостритов, где темп низкий, это все из пушки по воробьям. Но, с другой стороны, у нас… Мы не сравним там хорошие с плохими. У нас никакого кода не было. То есть мы не знаем, как. А тут мы получили код, который позволяет нам считать, простите, при любом соотношении параметров. Это наша была цель. То есть мы не говорим, что мы первые получили эти спектры. Это был важный промежуточный шаг. Так, биометрическое… Мы получили биометрическое, потому что проверить, где приближение нарушается, потому что, понятно, на таком-то моменте оно нарушается, и у нас биометрическое становится больше, чем МЦ квадрат окреции. То есть это просто была некая проверка разумности. Всё, это была часть… То есть всё, у нас спектры от окрециирующих чёрных дыр есть. Теперь нам нужно приключить наблюдение. То есть, во-первых, где искать? То есть нам нужен большой объём, так как объекты достаточно могут быть редки, чтобы был шанс их там застать. Конечно, хорошо… Нужна высокая концентрация вещества, чтобы тэпокреты повысить. Очень хорошо бы низкая скорость движения чёрных дыр из-за того, что, как мы видели в Бонде-Хойле, это в F-кубе. Ну, в F-кубе. И вот вещь, которая у нас уже наблюдательная, хорошо бы небольшие угловые размеры этой области, несмотря на её большой объём, потому что поле зрения телескопов на этих частотах, ну, практически на всех, но не очень большой, это не широкоугольный, это не гамма-телескоп, там мы говорим о квадратных секундах. Поэтому есть… Частоты? Частоты? В итоге… А, вот-вот-вот, хороший вопрос. Давайте я назад покручу. Вот, смотрите. Надо перевести эту разумную… Вот, тут у нас… Да, да-да-да, извините, это правильный вопрос. Посмотрите, в разумную где-то 10 максимум на 10-12 керц. То есть это терагерц – это субмиллиметр и дальний инфракрас. Миллиметр и… Да, и дальний инфракрас. Это да. И, соответственно, выбор у нас однозначно – это центральная молекулярная зона. Во-первых, она очень большая, объём – миллионы кубических парсик, высокая концентрация в 100 частиц в кубическом сантиметре, маленькая площадь – квадратный градус. Ну, конечно, достаточно большое расстояние, что накладывает ограничение на чувствительность приборов. К сожалению, достаточно большая диспетция скоростей, есть 25 км, ну, 200 км в секунду. Не очень большая температура, то есть скорость… там, и километры, скорость звука при этих температуре. То есть, да, мы с удовольствием им перенебрегаем. Вот, и вот как это всё выглядит в инфракрасном и в радио. Видно сложность структуры. Конечно, это некое упрощение, когда я говорю, что 100 частиц в кубических сантиметрах, потому что там две фазы. В одной, где-то половина массы, где-то в фазе 100 частиц, а в второй, более плотной, там 10-4, 10-5. Вот как раз вот эти молекулярные облака. Теперь… А, это хороший вопрос. Если мы рассматриваем первичных, они в ГАУ. Они просто пролетают через это. А если это… Ну, это уж не диск, а Бауш всё-таки. А если это остатки звёздной валюты, то они просто в Бауши сидят. Так они, конечно, никогда есть. Да нет, примерно такие же вот. Не-не-не, а там они уже на этой скорости, там уже разницы нет. То есть… А там они будут маленькие скорости, там уже потность… Она очень быстро растёт. Это в диске. А ещё просто диск был, это всё-таки Бауши. Это уже Бауши. Это ближайшие 100 парсек к центру. А? Это что, парсек к центру? Это что? Это центр Бауши. Да, это как раз дисперсия скорости Бауши. Да, это как раз дисперсия скорости Бауши. Вот сейчас я об этом скажу. Это как раз когда уже будет чуть лиц инструментом прикрутить. Так, значит, инструмент. Это миллиметрон, который, возможно, когда-нибудь через 15 лет полетит. И рабочая частота – это 10-12, 10-13. Очень большим полем зрения – 36 квадратных минут. Вот. И джеймсф, который, несмотря на все, тоже, когда-нибудь тут можно прилететь, как с этим суперкованием не бросить. У него поле зрения поменьше и частоты побольше. Чутрительность чуть побольше. Вот тут я показываю чувствительность. Для спектра аккреции скоростной дыры. Сначала для одной массы Солнца. Вот у нас разные темпы аккреции. От 10-12, то есть 10-10 до 10-14. И вот важны кривые чувствительности. На метро надо смотреть, наверное, вот это, потому что это теоретическое, с температурой зеркала 20 кг. Вот это реально, с учетом эффекта путаницы. Потому что поле зрения, то есть разрешение монитора не такое большое, и много будет фоновых источников. То есть вслепую мы будем ограничены путаницей. У жерстов такой проблемы нет. Поэтому вот видно, что при некоторых темпах аккреции мы можем уже так-то… А на поле большие темпы аккреции? Большие темпы аккреции. Мы сейчас посмотрим, как это. Вот это 10-100 масс-солнцев. То есть при 100 масс-солнцев мы уже можем. Теперь вопрос такой. И вот критический темп аккреции. Это критический темп аккреции, когда мы можем увидеть чёрную дру для данного инструмента. То есть, понятно, без путаницы очень хорошо. В принципе, показатели миллиметрованно и джемсвеб, они сходятся на 30 масс-солнца. А с путаницами, ну, где-то 90. То есть есть шанс выйти только на 90. Так. Теперь это было общее утверждение. Просто мы поместили чёрную дру и там меняли темп аккреции, независимо от параметров среди. Мы поместили её в центр галактики. Теперь подставим параметры центральной медикулярной зоны. То есть плотности. И при этой плотности мы видим темп аккреции совсем другое. 46 ламбда. То есть в таких единицах. То есть темп аккреции задаётся, он у нас уже задан. Параметрами среды, параметрами движения чёрной дры. Единственный свободный параметр. То есть и нам нужно, то есть вот у нас была предыдущая кривая, М с точкой. И тут мы где-то проводим вот этот М с точкой, полученный из параметров движения. И получаем уже критическую криву. То есть при каких массах у нас лямбда, это лямбда меньше единицы. То есть лямбда это у нас эффективность аккреции. Если лямбда больше единицы, значит нам энергии просто не хватает. Если лямбда меньше единицы, значит энергии хватает. То есть теоретически возможно наблюдение аккрециирующих чёрных дыр в этой области только для масс, то есть масс выше 30 масс по Солнцу. То есть если аккреция эффективна, то масса и больше 30 Солнечных даже при концентрации одна дыра на миллион кубических парсек. То есть одна чёрная дыра на центральную декларную зону. Теперь проблема. Если у нас лямбда значительно меньше, то, казалось бы, никакое декларирование невозможно. Потому что просто у нас темп аккреции сразу, если мы лямбда уменьшим, он падает очень сильно и уходит под криву. То есть невозможно. А лямбда – это эффективность? А лямбда – это эффективность. То есть это множитель перед Бонди. То есть Бонди у нас это рассчитывается геометрически, а тут уже у нас добавляется вот этот множитель, описывающий самую эффективность аккреции. КПД у нас тут получен. Грубо говоря, это мы просто построили графики. Это одна десятая, две десятых. Нет, ну вот можно посмотреть. Меньше, где-то десять минус четвёртый. То есть там сильно меньше. КПД в Сингротрон там совсем маленький. Сингротрон, да. Проработка. То есть это не оптически толстый и свободно-свободный. Там-то, конечно, можно было побольше. Тут не получится. Так. А теперь, казалось бы, невозможно найти, потому что, в принципе, всё говорит, что лямбда маленькая. Но, с другой стороны, мы можем подвигать вот этот параметр – V. Каким образом? Если у нас достаточно много чёрных дыр в этой области, много больше этнице, и они подчиняются Максовскому распределению, то, очевидно, будут дыры, которые движутся значительно медленнее вот этого сигмы. И их количество только посчитать. Это просто V к сигме в кубе на общее количество. Ну, теперь мы строим критическую кривую, то есть количество, то есть мы смотрим, мы находим самую медленно движущуюся чёрную дыру и смотрим, при какой лямбде мы можем её детектировать. Теперь подставляем форму, грубо говоря, переписываем. М, вот опять, надо будет, конечно, паучь выделить. Теперь у нас темп окреции 0.46 лямбда эффективный, где лямбда эффективный – это не лямбда эффективность, введённая, характеризирующая физику окреции, и мы умножаем её на количество чёрных дыр в этой зоне. Это просто мы переписываем вот эту формулу, подставляя выражение для количества чёрных дыр. И из определения критической кривы, которую мы уже рассмотрели, можно найти лямбда эффективная или, наоборот, поставить ограничение на минимальное количество чёрных дыр при заданном лямбде, который мы сможем детектировать. Вот график лямбда эффективный для различных инструментов. Это у нас, опять, GST – миллиметрон без пунктов, миллиметрон с пунктов. А что это значит? Это значит, что, например, для массы, одна солнечная масса, нам необходима лямбда эффективность, сколько там, 300, несколько сотен. То есть достаточно небольшого количества, то есть даже если у нас окреция не очень эффективна, но у нас много чёрных дыр, там будет дыр движется настолько медленно, что даже сможем найти эту чёрную дыру. Да, ну а почему бы нет? Не-не-не-не, ну вообще-то это хороший вопрос, но вообще считается, что структура всё-таки ГАО в этом, в параметре, в простая скорость, она не сильно отличается от Максвелл. Там температуру выводит. То есть нет, конечно, мы не говорим, что она идеальная Максвелл, но ещё бы ожидать, что она в центре бы сильно отличалась от Максвелл. И тут гораздо интереснее, просто поставили, сколько нам необходимо количество чёрных дыр в центральной макулярной зоне, то есть 100 чёрных дыр, которые необходимы для детектирования при различных значениях эффективности. То есть это наиболее легко воспринимаемый график. То есть если у нас эффективность достаточно высокая, 10-2, то у нас для одной массы, для десяти массов, нам хватит пары трёх тысяч, для 100 массов вообще там несколько, сотен, то есть не очень большой дыр. И даже при достаточно низких эффективности, 10-4, мы что-то сможем, если чёрные дыры ободают большую массу, мы сможем их найти. То есть так как у нас критичные кривые GVST легко аппроксимируются прямой, мы можем дать уже численные оценки. То есть вот это зависимость… количество чёрных дыр в зависимости от эффективности и от массы, их концентрация и плотность в форме чёрных дыр. можно перевести ещё, перевести в долю первичных вклад, возможный вклад первичных дыр в тёмную материю. То есть тут, конечно, есть зависимость от того, как мы описываем головой тёмной материи в этой области. то есть если у нас есть ядро, такое достаточно пологое, то большой панц не ожидается. Всего там 0,4, даже 42-й солнечной массы в парсейке кубическом. Если КАСП, как стандартный Навара-Фрэнк-Вайт, то там гораздо больше. Ну, конечно, не снижая массы, так что точно будет, это в среднем будет где-то одна чёрная дыра нескольких пятидесяти сочных масс в десяти парсейках кубических просто от эволюции, как остаток звёздной эволюции в этой области. Можно параметризовать. Для КАСПа, то есть для различных моделей распределения тёмной материи мы можем, просто делим и говорим, что если у нас профиль с ядром, то, конечно, нам нужно очень много чёрных дыр, то есть не меньше 50% тёмной материи больше чёрных дыр, чтобы у нас был бы шанс их найти при таких низких, при 10-3, при параметрах 10-3. Дева обстоят лучше, если у нас КАСП, тогда нам достаточно, чтобы, то есть мы уже будем чувствовать порядка процента при той же низкой эффективности. Ну, конечно, это всё, скорее всего, будем видеть в основном остатки звёздной эволюции, потому что даже если оценка 0,1, то есть одна слишком оптимистична, там ещё два порядка для оптимизма. То есть, предположим, они ошиблись в десять раз, там не одна в десяти кубических парсеках, а одна в ста кубических парсеках. Всё равно будем видеть там минимум 20 или 30 объектов этого типа будут наблюдаться. Наблюдение в этом диапазоне оптимальное. Понятно, кстати, почему. Потому что, во-первых, тут близко к пику, во-вторых, тут, возможно, будут чувствительные инструменты, и в-третьих, дальше мы просто ничего не видим, потому что там уже начинается поглощение. То есть уже наблюдения для GVST, они забиваются поглощением вот в высокой области и частот. Лучше всего искать в центральной области галактики. Чувствительности этих обсерваторов будет достаточно, чтобы обнаружить чёрную дыру массой. Если истерическое окрествие на чёрную дыру эффективно, опять же, эффективность ещё сильно зависит от своей среды, там, от турбулентности, от магнитного поля, это всё очень сложно. Тем не менее, даже при меньшей эффективности, а мы не ожидаем эффективности ниже, чем 10 у нас второй, там 10 мм, не минус третий. Наблюдение на GVST смогут поставить на горячение на распространённую чёрную дыру. То есть, если у нас, для примера, масса чёрных дыр, если мы хотим ограничивать вклад первичных чёрных дыр в тёмную материю и параметры фиксинской радиоактивной второй, то горячение сразу уже будет 10 минус третий. Это всё очень серьёзное. Спасибо за внимание. Орел. 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 это мы обязательно посмотрим надо обратить внимание вопрос, пожалуйста какая светильность характерна? на 100 мм я бы сказал 32-й тут солнечный 32-й, 33-й а сейчас не будет ограничено давлением на лучшем? нет, это же высокобелесонский у меня вопрос а как вы можете эти объекты отличить от звезд? да важно по быстрой переменности там будет переменность вообще-то будет я имею ввиду, переменность не такая быстрая а в эпоху наблюдений там все равно будет несколько а во вторых очень просто звезды нам нужно 2 точки звезды в субмиллиметре не будет если построить график а коричневые карты в те,кие молодые звезды объекты в чём молодые звезды объекты это может быть примерно столько же если смотреть но молодые звезды объекты они будут всё равно укрупироваться в областях более поздно а не в если мы наблюдаем в область, например, стрелец B2, то мы выкидываем. Это, скорее всего, контаминант. Я просто понимаю, что молодой звёздный объект, там вообще какой угодно спектр может быть. Посмотрите, там два типа, и у него может быть переменность. А вот те спектры, которые вы показывали, они могут быть похожи на... Ну, то есть, я просто, бываешь в таблице, мы их включили из интернета, как там, Робитейл, где можно было строить просто спектры молодых звёздных объектов. Там вообще всё, что угодно может построить. Там ещё два типа. Поляризация не может быть? Это хороший вопрос. Мы написали поляризацию, потом выкинули, потому что мы не можем мне ответить. Вопрос... А я вам поднимаю на этот счёт. На Джеймисе, поляризацию нельзя выкинуть. А, тем более. Очень важный вопрос. У вас как-то вот это всё с магнитным полем, всё в среднем. В действительности, когда есть магнитное поле, то появляется мощнейшими стационарами. Сталось, что у вас магнитное поле мороженого падающее вещество, и вещество падает, и частицы удаляются, а они вытягиваются. И где-то вот так поле, где-то вот так, перезамыкание возможно, уже появились работы, что при квазисферической аккреции на чёрную дыру появляется область с перезамыканием, ускоренные частицы, электрическое поле и вообще, так сказать, непонятно. Там будет ещё раз, да, важный момент, Борис, что из-за этих эффектов, связанных с нестационарностью, характерные частоты, это будет РЖ на С, да? Я думаю, повыше всё-таки ещё будет. Нет, там будут разные... Не большие, но... Там же ещё в зависимости от турбулентности, спектра турбулентности среды, и мы будем просто... Как это? Он летит и проверяет неоднородность на масштабе его радиуса захвата. То есть, и он будет отвечать на медленное переменство тоже будет. Там, по-другому, летит за турбулентность в масштабе. Да, по-другому. Я могу сказать. На промежу, если вы могли оттапать, делить... Я не понимаю, что ты лично чёрная дыра, когда звёздные отстапки там тоже... Да, это абсолютно верно. Там написано изолирование. А, изолирование. Так что они могут быть просто... Да, да, да. Я так скажу, что их будет на два порядка будет. Намного, потому что перечислено дыра нет, а эти есть. Я так считаю, что там будет нормальный звук. Ещё вопрос последний. Нет, спасибо вам. Спасибо вам. Добрый день, меня зовут Федотя Ивановна. Я расскажу про моделирование эквазозно-полевой оболочки углеродными видами ВСЕВЕРНОЙ КОРОНА. ВСЕВЕРНОЙ КОРОНА – это пуссирующая долгопериодическая переменная типа мира Кита. Она меняет свой блеск с периодом 355 дней. На диаграмме Гешпан-Герасова такие объекты находятся на синтетической ветве гигантов и имеет светимость больше 1000 светимостей Солнца и температуру около 3000 гель. ВСЕВЕРНОЙ КОРОНА – это углеродная звезда. В её атмосфере содержание углерода больше содержания кислорода за счёт того, что углерод из гелево-соевого источника конвекции выносится на поверхность. Звезды на синтетической ветви гигантов характеризуются высоким темпом потери массы от 10-8 до 10-4 массы Солнца в год. Благодаря звездному ветру в атмосфере околозвездной среде образуются полевые частицы. Для углеродных звезд кладем образом из углерода. На то, что у ВСЕВЕРНОЙ КОРОНА есть полевая оболочка, свидетельствуют следующие факты. Во-первых, это избыток изучения в интеркрасной области. А во-вторых, присутствие в спектре эмиссионной особенности на 1,6 мкм, которые обусловлены пылинками из 3 вида кремния. Здесь показан спектр ВСЕВЕРНОЙ КОРОНА, полученный космической обсерваторией Айса в 1997 году. Здесь по оси Х длина волны в микрометрах, а по оси ИНК поток на единичный интервал длингом. Дальше все спектры будут в тех же единицах. И здесь мы видим хорошо заметную особенность на 1,3 мкм, которая принадлежит пыли из горвидокремния. Цель данного исследования – это оценка параметров околозвездной пылевой оболочки ВСЕВЕРНОЙ КОРОНА посредством моделирования спектрального распределения энергии системы «Звезда плюс оболочка». Для моделирования использовалась программа с таким названием. Она разрабатывается специалистами из университета Гейдеберга в Германии и сейчас активно развивается. Это программное обеспечение для расчета переноса звучения в произвольных одномерных, двумерных, трехмерных и низких конфигурациях. Главным образом оно было создано для расчета переноса звучения в запаленной среде. Для моделирования были использованы следующие наблюдательные данные. Во-первых, это спектры, полученные прекрасные космические обсерватории в 1927 году на разных разах в кривую блеску. Это главным образом спектры, которые были получены в максимум блеска и в минимум блеска. Также была фотометрия, проводившаяся на телескопе Южной станции МГУ, и фотометрические данные GHK и ЛМ, полученные в русской лаборатории ГАИШ. А также в моделировании было использовано наблюдение спутника раз на 12, 65, 60 и 100 микрометров. Здесь наставлены спектры эволюционной короны, полученные в сервозоре ИСО. Для фазы сменения блеска 0,96 синяя кривая и 0,54. Зеленая кривая, соответственно, в максимум блеска и в минимум блеска. Они используются для моделирования. Здесь представлены данные ихтометрии. На примере фильтражи. Это кривая блеска за все время наблюдения. Звезда меняет свою блеск с периодом 355 дней. Но по вот этому изображению видно, что средний уровень блеска также меняется. Приблизительно, с периодом 8300 дней. Следовательно, для апоксимации блеска во всех фильтрах УБВЖ, ХК и ДМ была использована функция, которая представляет собой, во-первых, ряд фурье третьего порядка по периоду 355 дней, плюс периодическое изменение среднего блеска с периодом 8300 дней. Здесь показана фазовая диаграмма, свернутая с периодом 355 дней за вычетом долгопериодического тренда, который показан на этом рисунке. Возначения получившихся апоксимационно-кривых блеск во всех фильтрах УБВЖ, ХК и ЛМ были взяты на даты наблюдений спутника Айса, и этими точками были дополнены вот эти вот спектры и использовались для дальнейшего моделирования. Для моделирования необходимо было создать спектральное распределение энергии внутренней звезды. Для этой цели были использованы синтетические спектры глинированных звезд из-за вот этой работы. Каждый спектр характеризуется следующим набором параметров. Это эффективная температура, угарившему устранению свободного падения, масса звезды, металличность и отношения СКО. Как показал анализ, последние четыре параметра не оказывают существенного влияния на спектр в ближнем ИК-диапазоне. Поэтому выбор спектрального распределения энергии для звезды является только температурой, а светимость задавалась перенормировкой спектра. Здесь показаны синтетические спектры для разных температур от 2300 кВн до 3100 кВн снизу вверх. И также нанесены спектры АЭСа, полученные в максимуме и в минимуме блеска. Мы видим, что как на спектрах АЭСа, так и на синтетических спектрах присутствуют полосы поглощения на длинных волн 2,5 мкм, 3 мкм и 0,8 мкм. также видно, что с увеличением температуры контраст этих полос уменьшается, и при достижении температуры приблизительно 3000 кВн, те полосы, которые на 2,5 мкм и на дне волны 3,8 мкм исчезают. То же самое мы видим в спектре АЭСа для максимума. Следовательно, можно было оценить, что температура звезды в максимуме блеска имеет значение 3000 кВн, так как наличие пыли на присутствие полосы не оказывает влияния. Почему мы не использовали более высокую температуру 3000 кВн? так как тогда глубина полосы на 3 мкм становится недостаточно глубокой для объяснения наблюдательных данных. Моделирование полевой оболочки на фазе максимума осуществлялось в следующем предположении. Эффективная температура звезды 3000 кВн, о чем я сказала раньше, осветимость равная 10800 кВн Солнца. Она была оценена по биометрическому потоку, то есть по данным из наблюдений. Расстояние мы можем оценить по данным Гая. Полевая оболочка считалась сферически симметричной, с распределением плотности пыли обратно пропорционально квадрату расстояния. То есть предполагалось, что темп потери массы и скорость освещения вещества постоянно. Считалось, что в полевой оболочке присутствуют пылинки из аморфного углерода, и пылинки из карбидокремния. Почему из карбидокремния? Чтобы объяснить эмиссионные особенности, о которой я уже упоминала. Аморфный углерод использовался потому, что звезда является углеродным. Коэффициенты непрозрачности этих веществ были посчитаны по теории поглощения, рассеяния и звучания сферическими частицами. Так была построена модель в максимуме блеска, которая позволяет наилучшим образом объяснить данные наблюдений. Здесь шестиугольниками показаны данные фотометрии. Серым цветом показан спектр айса по максимуму блеска, округольники это наблюдение раз, черные крива это результаты моделирования. Я расскажу про параметры пулевой оболочки, которые получились. Здесь схематично представлена система звезда плюс пулевая оболочка и перечислены параметры. Этическая толщина на длине волны 2,2 мм 0,75 расстояние от звезды до внутреннего края 8 астрономических единиц, от звезды до внешнего края 40 тысяч астрономических единиц. Радиус сферической частицы полмикрометра Отношение полной массы углеродных частиц к полной массе частиц из карбидокремния равна 2. Температура получилась на внутреннем крае 1150 кель а на внешнем 50 кель полная масса пыли в оболочке 2 на 10 минус 5 масса Солнца. Такая же модель с теми же параметрами полевой оболочки но для фазы минимума блеска была посчитана. При этом нужно было задать другие параметры звезды это активная температура 2400 кель и светимость 5500 светимости Солнца. Светимость тоже была оценена именно по биометрическому потоку. Почему была использована температура 2400 кель Как мы видим с уменьшением температуры глубина вот этой плосы на 3 мкм становится больше. Здесь мы видим что ее все равно недостаточно для полного описания наблюдательных данных. Но к сожалению синтетических спектров для меньших температур нет. Но несмотря на это полученный результат хорошо согласуется с наблюдениями. поэтому можно сделать вывод, так как модель полевой оболочки описывает очень хорошо данные в максимуме и в минимуме блеска. Можно сделать вывод, что за время периода пульсации полевая оболочка существенно не меняется. Также стоит сказать о том, что данные наблюдения спутника позволяют получить оценку снизу величины внешнего радиуса полевой оболочки. Получилось 40 тысяч астрономических единиц. К сожалению невозможно узнать на какие даты приходятся эти наблюдения. Но мы можем предположить, что они приходятся на момент максимума блеска. И тогда мы можем создать модель при которой модельная кривая пройдет максимум блеска через эти точки. Это можно сделать увеличением внешнего края пылевой оболочки. Тогда мы получим больше пыли, которая звучит на больших длинных волн, и уровень блеска на этих длинных волн поднимется. И кривая пройдет через эти точки. Это и было сделано, и постоянным до внешнего края получилось 40 000 астрономических единиц. Мы видим, что для минимума блеска крива проходит ниже этих точек, что естественно, потому что мы предполагали, что эти наблюдения были максимумы. Итак, в результате исследования была построена модель околозвездной полевой оболочки, углеродной меридовой серной короны, позволяющей хорошо воспроизвестивно наблюдательные данные. На основе этой модели можно сделать вывод, что оболочка существенно не меняется за 3 периода. Также из-за модели можно получить следующие оценки. Полная масса газопылевой оболочки 3 на 10 минус 3 масс Солнца, а темпотерной массы 2 на 10 минус 7 масс Солнца в год. Также в дополнение к рассказу мы хотели показать спектр выселенной короны, полученный 29 января в КГОС как камера астронеркам. Но, к сожалению, этот спектр приходится на фазу пульсации 0,25, что не соответствует ни минимуму, ни максимуму. Несмотря на это, с помощью Сергея Желтаухова мы вынесли этот спектр за атмосферу и наложили на полученную модельную кривую максимум блеска. мы видим, что она очень хорошо согласуется с результатами наблюдений. У меня все, спасибо за внимание. Я готова к вопросу. Я хотел задать вопрос, Аня. Можно ли по сопоставлению спектра с моделью сказать, оболочка однородная или в ней есть большие дыры? На самом деле, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я не моделировала оболочки с дырами. К сожалению, спокойно. Есть симметричные миксерные квадраты. Если есть дыры, там ситуация меняется. Может быть, кладби. Может, конечно. Следующая информация. Ну, хорошо. Пожалуйста. Ваши точки, которые вы показывали, можно фильм вашим? Вот это, да. А вот, как говорится, вот планку скрепливая пойти через них какая-нибудь? Ну... 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 Почему? Максимум спектра есть? на самом деле, я не пыталась это делать. и не пойдут. Хорошо. Скажите, вашу процедуру моделирования позволяет вообще какие-то сделать? Было ли ошибок вот этих всех параметров? Ну... Сколько? Ну, в смысле, плюс-минус сколько на все? На все? На все? То есть, на... хотя бы, просто как? Для порядка? Ну, 11 050 кельмеров. 50 это реально? Или это, так сказать, 11 050? приблизительно, на самом деле. Гарантируете вы там две последних цифров своих? Ещё вопрос есть? Да, пожалуйста. Ещё вопрос есть? Я по вопросу, спросу, ДНР, 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 нет, это просто сильность плюс косминус. А это вообще мобилировка, если бы у вас можно быть? То, у вас вот педагогровка и с наблюдением так? Ну, нам нужно было интерполировать данные на даты в день спутника. Они приходятся вот сюда вот. И поэтому нужно было создать очень самую другую, чтобы посчитать. что у вас есть предложения, что у вас не надо, что у вас правильно здесь не надо. не, 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 цирк, не правильно. не, 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 а, не, 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 а, не, т.к. Наверное, смотреть, с чем убегать. Может, и можно. Мы брали только полмитрометра и фиксировали этот размер. И с ним у нас не сталкивается. В общем, это значит, что они разбирают флайк. Да. А вот параллаксы Гея, они, так сказать, очень часто, да, порядка 10 секунд, да? А это же те гиганты. Она далеко, расстояние там, на ногу телопорцет. Какое точечное расстояние? Ну... Вам же нужна глобатрическая сутки? Да. Да. Ну, мы фиксируем, что у нас... Какое расстояние? Расстояние 824. Попросы. Ну, это никак. Через... Да. У меня вопрос похожий по поводу вашего моделирования. Там у вас все параметры, да? И можно почти наверняка сказать, что часть из них будет коррегирована. Ну, скажем, там внутренние и внешние размеры температуры. Ну, наверняка. Вот. Вот. Каким-то образом вы исследовали вообще вот эту вот надомерную поверхность невязок, когда вы делали. Ну, то есть, есть какое-то ощущение того, что эти параметры не являются неким, может быть, достаточно произвольным локальным минимумом, несмотря на все подобные, а каким-то образом глобально обоснованы. Это, в частности, можно было бы понять, например, моделирование независимо... Вы же у вас два спектра есть, максимум и минимум. Да? Вот если вы их независимо друг от друга моделируете, вы получите одни и те же значения параметры. Там нас там об этом не сказали. Да. Там такого исследования еще не проводилось. Но вы же делали моделирование максимум и минимум. Вы показываете два модельных спектра, максимум и минимум. Для каждого из них должны быть такие параметры. Иван Иванович, дело в том, что TIN, TOUT и масса – это не параметры. По ним не делался перебор. Это результат расчетов уже. А перебор делался только по оптической толще, радиусу внешнему, внутреннему. Даже внешний радиус чисто является точкой на 100 микронах, которые раз наблюдают. То есть его бессмысленно моделировать. Он тоже был задан. Вот. Поэтому на самом деле параметров мало. Так. Хорошо. Ну, еще последний вопрос ли у кого есть? Нет? Все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу рассказать про разработанную мной систему автогидирования на 2,5-метровом телескопе Кавказской горной обсерватории. Ну, для начала немножко расскажу про сам телескоп. Соответственно, это новый телескоп ГАИШ. Построенный не так давно. Построенный не так давно. Диаметром 2,5 метра. Построен по схеме Рич Кретьена с французской оптикой, которая обеспечивает качество изображения до 0,3 секунды. Что меньше, чем синх, который бывает в Кавказской обсерватории. Ну, почти всегда. Дает достаточно большое поле зрения 10 минут без корректора, что мы сейчас и используем. И есть корректор КОМА, который можно установить. В обычном диапазоне будет более до 40 минут. И он имеет 5 установочных площадок для приборов, 4 фокуса НЭСМИДА и 1 фокус внизу Кассегрена. Но это более подробно видно на схеме телескопа. Краску видно. Соответственно, системы автогидированные на телескопе всего 2. Они установлены на одном из боковых фокусов НЭСМИДА и на Кассегреновском фокусе, который внизу. На этих двух фокусах, соответственно, расположены 2 штатных прибора, на которых выполняется наблюдение. Это оптическая камера в фокусе Кассегрена и инфракрасная камера астронирка, на автогиде, для которой выполнялась большая часть тестирования системы, расположенная на одном из балконов на первом фокусе НЭСМИДА. Давайте обсудим строение узла автогида. Здесь показана фотография самого узла со снятой камерой и, соответственно, закрывающей систему крышкой. И для того, чтобы было понятнее, нарисована схема самой механики узла. У нас есть сама камера, гидировочная камера, которая снимает изображение. Вот здесь она на снимке, вот она здесь обозначена на изображении. Свет в нее посылается плоским зеркалом, которое вынесено на лапе ближе к центру поля. Вот оно здесь на схеме. Система может осуществлять два вращения. Это перемещение камеры по транслятору. Вот стрелочка на схеме и вот этот мотор и ось, по которому движется камера на изображении. И вся система может вращаться вокруг центра поля. Соответственно, нам доступна достаточно большая область для получения изображения звезд камеры автогида. Центр мы не используем, так как, если камера будет расположена там, она будет затенять поле зрения самого прибора. Ну и с другого края поле зрения уже ограничено винетированием и диафрагмами в самом телескопе. Поле зрения для фокус-анесмента для камеры автогида достаточно широкая, примерно от 10 до 30 угловых минут. Но для оптической камеры поле зрения будет сильно уже, так как и поле зрения самой оптической камеры больше. Оно составляет 10 минут, в отличие от поля зрения инфракрасной камеры 4-7 минуты. И там сильнее ограничивает поле зрения с внешней стороны диафрагмы самого телескопа. Установленная генеровочная камера – это камера фирмы простылика, она с пикселем примерно 10 микрометров. Экспозиции, которые позволяет наше программное обеспечение с ней делать до полутора секунд. И она обеспечивает поле зрения видировочной камеры 64 на 48 секунд. Темновой ток есть, но на таких маленьких экспозициях, которые позволяет наше программное обеспечение, он, в принципе, незначим. Байлс мы можем померить и, соответственно, вычистить его из всех кадров. Алгоритм работы достаточно простой. Когда вместе с наведением телескопа на объект автогид получает информацию о том, какой объект мы будем наблюдать, автоматически выбирает генеровочную звезду из одного из двух каталогов, наводит туда саму камеру автогида и ждет, пока объект выставят в нужное положение в кадре и подготовится к наблюдениям. После этого... Какое было значение в генеровочной? В генеровочной? Ну, у нас поле зрения большое, в принципе, почти всегда есть десятый в нем. Да, но на двенадцатый он работает, мы проверяли. Это будет важно в C1, потому что там уже сильно кольцо в котором есть. Ну, у нас кольцо большое, восьмое, седьмое, девятое, десятое, одиннадцатый иногда. Почти всегда попадается. Дальше мы захватываем координаты... Генеров ведет по звезде в интегральном свете, да? Еще раз? Не очень понял. Звезда в интегральном свете? Да. Угу. То есть там никаких фильтров перед камерой автогида не стоит. Захватываем опорный кадр и, если нужно, подстраиваем генеровочную звезду так, чтобы она находилась ближе к центру камеры автогида. Потому что все-таки и модель наведения камеры недостаточно совершенна, и из-за того, что объект может находить... Мы не точно знаем или не захотели точно задавать координаты объекта в осях самой камеры, основной камеры, в которой мы его наблюдаем. Ну и дальше, соответственно, выполняется, собственно, гидирование. Из возможностей программы это ручной гидировочной звезды, который использовался раньше для настройки автогида, ну или мало ли захотели по Sirius погидировать. Также скрипт автоматически выберет звезду из локального каталога Тихо-2, если нет интернетов, с помощью которого он запрашивает гидировочные звезды в визире из каталога гидировочных звезд. Управление может осуществляться через общий интерфейс управления всеми системами телескопа Apex, ну или через ключи командной строки в более ручном режиме. И программа может мерить оптимальную экспозицию и рассчитывать координаты наведения лапы автогида для объекта, расположенного в любом месте основной камеры. Так как поле зрения основной камеры у нас 5-10 минут, в зависимости от камеры автогида, соответственно, не более одной минуты. Достаточно большой проблемой было точное определение центра звезды, потому что собственной системы фокусировки у камеры автогида нет, наблюдаемой во внеосевом пучке, и хорошо видны внеосевые аберрации телескопа. Например, лучше всего здесь виден астигматизм. На картинках представлены фотографии формы звезды, которую видит камера автогида в зависимости от расстояния от оптической оси. Поэтому стандартные процедуры определения круглых звезд нам работали не очень хорошо. Было протестировано достаточно много методов определения координат звезды, как некоторые из них представлены на экране. Было выяснено, что наиболее точным является выделение маленького квадрата вокруг звезды одним из предыдущих методов. Сейчас пока используется астрометр инет. И дальше мы считаем центр масс этой части изображения, чтобы получить именно центр самой звезды. Я считаю, что именно ошибка определения этого центра вносит наибольшую погрешность саму систему автогидирования, потому что звезда большая и распределение яркости внутри этого изображения звезды в принципе достаточно сильно меняется состоянием атмосферы. Поэтому приходится усреднять достаточно много кадров, чтобы получить достаточно точное измерение координат генеровочной звезды. Это расстояние от центра. И масштаб где-то 5 секунд. А всего? Ну, всего где-то за 30 минутами уже винитирование сильно идет. Ну, тут... Хорошо. Дальше. Это было нужно, потому что, к сожалению, хоть и оптика у телескопа хорошая, механика работает не очень хорошо. Вот мы протестировали работу автогиды. Здесь желтым графиком показана ошибка ведения телескопа в течение времени. Ну, как мы видим, примерно за несколько сотен секунд телескоп убегает примерно на одну угловую секунду, что достаточно критично, особенно для спектральных наблюдений, где суммарной экспозиции могут быть гораздо больше. Причем скорость вот этого убегания сильно зависит от положения звезды на небесной сфере. То есть здесь он вначале почти не рос почему-то, а вот есть участничек, где убегал гораздо быстрее. С автогидом, соответственно, все хорошо. Звезда остается в пределах даже меньше одной секунды. Тут выброс, если посчитать сигму, средняя по этой штуке, получится примерно 0,3-0,4 угловые секунды. С помощью узла автогида, который конструктивно достаточно сильно похож на механический узел управления третичным зеркалом, мы протестировали алгоритмы управления моторами и остальной механикой автогида, чтобы потом использовать полученные наработки в проектировании улучшения узла третичного зеркала, с которым как раз сейчас связаны проблемы именно наведения телескопа в фокусах Мессмена. Естественно, было проведено два основных теста. Вот этим тестом мы поместили звезду и лапу автогида в центр поля зрения, то есть она затеняла пучок для основной камеры и определяли электричность вращения ротатора автогида и заодно определили, где именно на кадре основного инструмента находится центр вращения автогида, что важно для еще более точного наведения лапы автогида. Как раз после того, как мы определили этот центр, в принципе, он перестал промахиваться. Пока мы не встретили звезду, после вот этого теста мы провели несколько наблюдений и не встретили еще ни одного промаха, сильного промаха автогида на звезду. Единственное, что некоторые звезды, которые есть в каталоге, почему-то на небе найти не удалось. Ну, для этого... Переменные значения? Ну, возможно, сильные переменные. Ну, как бы он гайд старкаталог, я надеялся, что их отфольтровали, но видно, все-таки не очень хорошо. Ну, для этого в программе есть автоматически... Если он не видит звезду, он автоматически наводится дальше и проверяет еще две. Я искренне надеюсь, что этого хватит, чтобы звезду все-таки найти. И второй проведенный тест — это стабильность установки камеры автогида. Мы одновременно наблюдали три звезды, одну в центре поля зрения наблюдала основная камера астрониркам, и лапа автогида ездила между двумя другими звездами, проверяя стабильность установки. Ну, например, нет ли какого-либо гистерезиса в установке лапы автогида. Мы проверили скоррелированность полученных данных, так как это как раз другая иллюстрация того, что телескоп ведет достаточно плохо. Этот тест продолжался примерно 20 минут. Тут очень большой разброс по азимуту, но это потому, что наблюдение проводилось на большой высоте около 70 градусов. Поэтому, чтобы получить реальное смещение в секунду, надо еще умножить на косинус высоты. Данные достаточно скоррелированы, и оценки показывают, что стабильность установки лапы автогида меньше, чем 0,4 секунды, что для целей гидирования полностью достаточно. Спасибо за внимание. Точность гидирования, она не зависит от землетного угла объекта? Ну да, точность гидирования, она может зависеть, потому что гид конструктивно не может отличить ошибку ведения дерататора от ошибки координат. Потому что он находится далеко, если не ведет дерататор, мы принимаем это за смещение звезды. Но вы не сравнивали, скажем, на разных? Тестов не проводили. А интересно. Вопрос к вам, Дмитрий Николаевич. Предельное время экспозиции с азимутом, какой? Час? Можно, например? Час наблюдали. Часовые экспозиции? Ну, я не вижу никакой... Мы максимум... Андрей Михайлович, сейчас же наблюдали. Даже больше вроде наблюдали. То есть, как бы он работает непрерывно. А, спектр в одном диапазоне с 5, спектр в другом диапазоне с 5, некоторый в третьем снять вполне работал. Саша? Правильно я понимаю, что будет три идентичных прибора, соответственно, достиглений на двух лет? На только на одном Несмите. Там идентичный прибор уже есть, программа управления у них тоже общая. Сейчас на одном? Вольверситет нет? Не планируется. Третий не планируется. А как тогда в 2, например, наблюдать? В Косегрении не в Несмите стремном есть? То есть, 2 есть? Все, это достаточно. Все вопросы? Ну, как вам сказать? Достаточно. А когда он... А он же висит в Косегрении? В Косегрении. В Косегрении. Да, мне они очень нравятся. Спасибо. Поле кривое. Мы проверяли тесты зависимости, фокусируя телескоп, там получалась парабола, какая должна быть. Мы думаем над этим вопросом целесообразности, потому что достаточно сложно. Нет, фокусировать можно именно камеру автогида. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Если яркость разная, он автоматически выбирает самую яркую. Я не думаю, что они в конторе сидят, там двойные. Да. Ну, к сожалению, у нас нет среднего PSF, именно поэтому от него пришлось исказаться. В течение часа не меняется. Форма остается. Форма остается. А вы предлагаете посчитать PSF для каждого расстояния? Конечно. И коррелировать. Хорошо, я протестирую. А вот у меня такой вопрос. Когда будет щель спектрографа стоять? Можно будет с этой камеры часовой экспозиции делать? А щель спектрографа стоять после. Он для этого снова разорваться. Для спектрографа. Для этого, чтобы мы будем делать. Еще вопрос? Все, поблагодарю. Мы сейчас покажем вас, как вас исчезли. Давай, как мы благодарим всех участников. Примерно через месяц. Примерно через месяц.